Так, вот наше рабочее место, наша крышечка от KNF, но сегодня говорим о вот этой вот клавиатурке, это у нас механика с голубыми свечами, но пружины слышно, конечно, но я думаю это не так страшно, если учесть сколько она стоит, то есть стоит она недорого, у нас металлический корпус, желтые кейкапы я бы наверное не хотел бы, но плюс в том, что всегда можно поменять Вот наш голубой свеч, как он звучит, он у нас с подсветкой, подсветка у нас RGB, то есть меняется, позже покажу как, также у меня тут магнитная подкладка для рук, классная штука, но сегодня речь не именно об этой клавиатуре, поскольку у меня нет рекламных роликов и подобную клавиатуру возможно вы даже не найдете именно эту, поскольку брал я ее на сайте Amazon Право меня смотрят зрители из СНГ и доступа к этому сайту, по крайней мере к тем же продуктам, которые вижу я, не у всех есть, поэтому если найдете, то имейте ввиду, вот она вот таким вот образом выглядит Речь сегодня пойдет в принципе о механических клавиатурах Расскажу, какие вариации бывают, поскольку могут быть другие свечи стоять, расскажу про сами свечи Вкратце, эту клавиатуру, это у нас клавиатура на голубых свечах и голубые свечи хорошо подходят именно для печатания, чтобы был тактильный отклик и характерный клик, как у печатной машинки То есть играть на такой клавиатуре будет, во-первых, шумно, во-вторых, отклик не такой быстрый, как у свечей, допустим, красных, которые бесшумные и их называют еще сверхбыстрые свечи Есть также промежуток, это свечи коричневые Вот, надеюсь, если будет в ролике, то возьму на проверку, но коричневые свечи, по-моему, одни из первых, которые вышли и они тоже, это что-то между, то есть они хорошо подойдут как и для печатания, да, то есть текста, для набирания текста, так и для гейминга То есть клик будет другой, они будут менее шумные и, в принципе, они, как, можно сказать, коричневые свечи, это как стандартная клавиатура механическая Это же более приближенные к печатной машинке с кликами, а красная, она бесшумная и, ну, в принципе, разновидность свечей комбинированных разных много Сейчас мы говорим про свечи по типу MX Switch, то есть Cherry Собственно, классная штука, до этого я пользовался обычной мембранкой и как-то не задумывался, но пришел мне такой товар, как Divum D2 Pro Там стояли голубые свечи, я, в принципе, натыкался на обзоры клавиатур с голубыми свечами или с другими, допустим, красными или какими-то другими И, ну, то есть я профан, я не пользовался никогда механикой подобного типа У меня была мембранка и для меня, то есть я особо не понимал, механика, мембранка, что смысл? Вот там были четыре, нет, подожди, шесть кнопок было, шесть кейкапов было для управления этой мини-колонкой И там был прикол, что там стояли шесть кейкапов с голубыми свечами И вообще, в принципе, было прикольно понажимать на кнопки Причем даже кейкапы, ну, сами свечи были такие же, как здесь, тоже с подсветкой Но не самого лучшего качества, как, в принципе, и здесь Но эта клавиатура стоит тоже недорого, то есть 60 долларов и у меня еще скидка 50% То есть совсем дешевая, если учитывая, что она у нас полноценная Тут еще и управление идет дополнительное для громкости и для всего остального Для подсветки и для переключения музыки Есть также нумлок, она у нас полноценная И, то есть, ну, больше свечей, больше кейкапов получается, да И у нас металлический корпус, не пластмассовый Плюс вот это вот приблуда И также у нас съемный кабель, причем Type-C То есть классно И подсветка у нас не однотонная, как бывает в некоторых клавиатурах Ставят, допустим, с одной стороны один диод, по центру такой-то, а потом другой То есть она, бывает, приходит, что она не полностью RGB-шена А просто одна сторона так подсвечивает, другая так А там третья так, типа псевдо-RGB Так, вот так вот это все выглядит И можно также переключать сценарий вот таким вот макаром Подсветка, как видишь, у меня разноцветная Не подсветка, а нормальная И тут у нас идет полный спектр цветов на каждый свеч И это круто Продолжение следует... Продолжение следует...